Привет, мой милый друг! Всем нам нравятся котятки или собачки. Они дают нам уют, хорошее настроение и самое главное – любовь. Ведь они нас любят просто так, не требуя ничего взамен. Однако не всегда кошки могут полюбить собак или наоборот. Есть такое выражение даже – живут как кошка с собакой, которое означает, что живут они и не могут терпеть друг друга. Дон Карлеоне, мне нужна справедливость. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу. Так вот, сказка эта, которая будет состоять из нескольких серий, будет как раз-таки рассказывать про вражду между кошками и собаками. Ну а перед тем, как начать, я бы хотел попросить вас сделать три очень простых шага, которые помогут нам всем вместе выпускать почаще новые сказки на канале. Первое – поставьте лайк под этим роликом. Второй шаг – подпишитесь на канал. И третий – оставьте любой комментарий под этим видео. Сделали? Тогда начинаем. История эта связана с великим противостоянием между кошками и собаками, которое длится уже много-много лет. Начиная еще с древних времен, когда первые дикие кошки делили территорию с дикими собаками. И заканчивая нашим временем, когда даже такие маленькие собачки, как этот пупсик, при первой же возможности не упускал шанс потявкать в сторону какой-нибудь котейки. Это враждавилось повсюду и везде, в больших и маленьких городах, в поселках и деревнях. Но сама история эта произошла в поселке, где особо подготовленные отряды кошек и котов вели борьбу по изгнанию собак со всех улиц населенного пункта. Так как обычно собаки превосходили кошек по размеру, победить их в схватке было не так уж и просто. Жесточайшие битвы, которые порой затягивались аж на несколько дней, если котейку не позовут домой покушать или на обнимашке, заканчивались то поражением, то победой. Но как и в любой войне между котейками и собакенами, не обошлось и без настоящих мастеров по изгнанию собак. Кота Бокки и кошки Сони, которые однажды смогли противостоять целой группировке псов и изгнать их из целых трех улиц этого поселка. Легенда о Бокке и Соне распространялась со скоростью звука, и уже вскоре по всем закоулкам можно было услышать о великом дуэте освободителей. А простые дворняжки, патрулирующие улицы, при одном только упоминании о Бокке или Соне, предпочитали побыстрее убежать куда подальше, поджав хвосты. Бокке же был матерым воином, который не побоялся выпускать свои когти даже против такого зверя, как медведь. А Соня всегда отличалась тем, что могла грамотно построить план и стратегию по изгнанию собак. Вскоре Бокке и Соня, работая в команде, очень сблизились друг к другу, и они сыграли свадьбу, на которую были приглашены самые высокопоставленные генералы-коты со всех регионов поблизости. Не прошло и полгода, а у них уже родился маленький котенок, которого они назвали Синкой. Многие предсказывали, что Синка будет куда более отважным и воинственным по сравнению со своими родителями, и однажды он сможет освобождать целые села и города от бесчисленных стаи преданных псов. Но не всегда ожидания соответствуют действительности, и Синка рос очень мягким и добрым котенком, что расстраивало его отца Бокке, который хотел от своего сына храброго и бесстрашного воина. Поэтому его отец и говорил всем, что его сын растет матерым воином и убийцей, который способен одним только взглядом зародиться страху и пересушить горло всем бойцовским собакам. И когда порой отец сердился на то, что его отродье растет нежным и бархатным котенком, мама вставала на защиту Синки и говорила, «Он не будет таким воином, как мы. Он будет лучше, лучше, чем ненависть и зло, которое мы накопили в сражениях». На что отец тяжело вздыхал и уходил, говоря, «Войну добром не победишь». Однажды Синка прогуливался недалеко от своего дома. Он беззаботно лазил по клумбам с цветками и пытался поймать бабочек, летающих рядом. Одна бабочка оказалась настолько неуловимой, что игривый котенок не мог остановиться, пока ее не поймает. Догоняя бабочку, котенок не заметил, как наткнулся лицом к лицу к лейтенанту Гизмо, как ту, который всегда завидовал и недолюбливал родителей котенка, потому что сам кот Гизмо был завистливый, лживый и неприятный тип. «Все пытаешься поймать бабочку?» – сказал Гизмо. «Да, она такая хитрая и быстрая, но однажды я ее поймаю». «И ты, наверное, ее разорвешь на мелкие кусочки?» «Нет, я ее отпущу и все». «Хм, но ты ее отпустишь для того, чтобы снова поймать и разорвать, наверное?» «Нет, я ее не буду разрывать, ей же от этого будет больно». Гизмо, глядя на котенка, задумался. Как странно, что сын легендарных Бокки и Сони, этих нечестно прославленных слюнтяев, ведет себя не так, как все время говорил Бокки. Надо бы его как-то проверить на то, что правду ли говорил капитан Бокки про своего котенка. «Симка, ты, наверное, ждешь свой первый бой против дворняшек?» «Твой отец рассказывал, что уже в шесть месяцев напугал одну из них, которая метила столб рядом с его домом. И вот хотел спросить, что ты сделаешь с собакой, когда ее встретишь?» «Я скажу здравствуйте, а потом... а потом просто уйду». «Серьезно? То есть, когда ты встретишь нашего общего врага, ты просто поздороваешься?» «Ага». «Я всегда знал, что Бокки врет, и что капитаном он стал только потому, что он лживый кусочек неубранной какашки за диваном». «Ох, как все расстроятся на военном собрании, когда окажется, что сын великого и прославленного капитана Бокки просто пушистый одуванчик!» «Хе-хе-хе-хе-хе!» Подумал Гизма. «Ладно, сын Бокки, давай, бывай!» Сказал, улыбаясь, как настоящий злодей кот Гизма. «До свидания!» И Симка продолжил ловить ту настырную бабочку, которая дразнила его, летая рядом. Когда котенок пришел домой, его мама и папа, как обычно, разрабатывали несколько операций для внедрения котов во вражескую территорию. Симка сел рядом и спросил у отца. «Пап, а как вы стали такими героями? Все просто говорят об этом все время, а я так еще даже и не узнал об этом». Бокки немного обрадовался, что его сын решил что-то спросить о войне и начал. «Ну, сына, это очень интересная история. Присаживайся рядом, папа тебе сейчас все расскажет». Мы с твоей мамой тогда находились за оградой на соседней улице и ждали поддержки из 30 котов, которая должна была прийти с минуты на минуту. Твоя мама тогда сказала. «Что бы ни случилось, Бокки, я тебя всегда любила и буду любить». «И я тебя тоже люблю». Поддержка опаздывала, и целая группа из пяти собак приближалась к нам. Но они нас не видели, потому что мы замаскировались и должны были просто не подпустить дворня к дому. Я знал, что если я не выйду на сражение, они зайдут в здание. Поэтому я сделал глубокий вдох и выпрыгнул из кустов на одного из псов и изо всех сил укусил его за попу. Тот от неожиданности заскулил и убежал. Не теряя времени, я запрыгнул на следующего пса. Третья собака, пытаясь меня укусить, промахнулась и укусила за попу собаку, на которой я сидел. Находясь верхом на огромнейшей собаке, я нападал на остальных кренок у нее же, махая своими когтями налево и направо. Две собаки из пяти уже убежали, но оставалось еще три здорогенных генеральских пса, которые были закаленными сражениями. Я махал когтями туда-сюда, 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 до тех пор, пока не прибежали другие коты и не помогли прогнать оставшихся собак. Твоя мама в этот момент успела зажечь фейерверки, что очень-то могло нам и собак еще больше испугались. И мы отбили очень важную точку, которую нам нужно было охранять. А что в этой точке такого, что ее нужно было охранять? Кто-то сдал собакам, что в доме, который мы охраняем, заложены огромные запасы кошачьего корма. А как ты знаешь, они очень любят наш корм, даже больше, чем свой. Генерал Кот лично тогда дал нам награды за спасение запасов и дал нам с мамой звание капитанов. Если бы не мы, то в тот день тысячи котов и кошек могли бы остаться без вискоса. Это был бы провал. А твоя мама тогда и узнала секрет собачьего страха. Это фейерверки. Они прямо трясутся от страха, когда их зажигаешь. На самом деле я просто выпустила эти фейерверки, чтобы к нам как можно быстрее пришла помощь. А оказалось, что я нашла очень важный секрет, которым до сих пор пользуются коты. Ну, сын, ты, наверное, тоже уже хочешь поскорее познать военную жизнь и сразиться со своей первой собакой, чтобы доказать всем котам, что сын Бокки и Сони прирожденный воин и боец. Нет, папа, я не хочу сражаться ни с кем. Ну почему? Зачем нам война? Это же плохо. Постоянные битвы. Мне жалко собак и кошек. Если побеждают коты, жалко собачек. Если побеждают собаки, жалко кошек. Почему бы просто не жить дружно, не воюя? Тогда нам не надо будет переживать, вернутся ли коты с битвы живыми или нет. Я думаю, что не все собаки тоже хотят сражаться. Они тоже переживают и боятся этого, наверное. Что? Начал злиться Бокки. Бокки спокойнее. Успокаивала его Сони. Знаешь, то, что ты говоришь, оскорбляет все наши победы и сражения, в том числе и твоих родителей. Тысячелетиями ведутся сражения за территорию по всей земле. Мы должны сражаться и побеждать за тех, кто не смог и добиваться того, чего не добивались наши предки. А разве нам это нужно? Можно же все изменить. Я не верю своим пушистым ушам. Бокки, хватит нашего сына заставлять воевать. Он тоже может принимать решения. Принять решения, чтобы слинять от войны? Чтобы все вокруг говорили, что сын самых прославленных бойцов просто любит цветочки и бабочек? Да нас зазмеют везде. Как мы потом будем смотреть в глаза генералов, которые верят в то, что наш сын приведет к победе? Я не хочу никого никуда приводить. Я хочу мира, папа. Он хочет мира. Мне стыдно за тебя, Симка. Симка очень сильно расстроился от этого разговора и выбежал из дома. Симка! Успела вскрикнуть Соня, но котенок уже убежал. Симка бежал и не хотел останавливаться. Его слезы текли большими каплями, и ему хотелось просто испариться из этого мира, чтобы никто ничего от него не хотел. Папа его совсем не понимает, но при этом требует от него того, чего котенок совсем не хочет. Симка в порыве горя и отчаяния бежал так быстро, что спотыкнулся о камень, и кувырком, словно мячик, покатился в густые заросли. Котенок скорчился от боли в лапке и, стиснув зубы, промычал от жгучего ощущения. Лапа так сильно заболела, что Симка подумал, «Сломалась!» И вдруг котенок присмотрелся вокруг. «Куда же я попал?» Сквозь листья кустов он видел незнакомую улицу. Ни одной кошки не было рядом. Стало как-то не по себе, ведь в любой момент могут появиться патрулирующие псы, о которых папа все время рассказывал. У котенка от страха распушился хвостик и расширились зрачки. А тут еще и лапка, которая не переставала болеть. И вдруг за листьями кустов котенок в конце улицы увидел двух огромных и страшных патрулирующих собак, которые быстрыми шагами шли по дороге, вдоль которых росли кусты, в одном из которых как раз-таки сидел Симка. Котенок затаил дыхание, и вся его пушистая шерстка поднялась дыбом. И его сердечко билось так сильно, что теперь он еще и боялся того, что собаки услышат, как стучит его сердце. Псы уверенно шли нога в ногу по дороге, высунув языки. Они были настолько громадными и внушающими страх, что Симка решил понадеяться на то, что они пройдут мимо и не заметят его. Поэтому он задержал дыхание, присел, затаившись в листьях кустарника. И вот момент, когда они вплотную проходят мимо куста. И вдруг одна из собак остановилась прямо около кустарника, где сидел Симка. У Симки задрожало все тело. Черный пес остановился и приподнял нос кверху. Второй пес, пройдя чуть дальше, тоже остановился и посмотрел на своего напарника. Тот приподнял голову и... Будь здоров, как бык! Сказал один из них. Спасибо! Последнее время что-то в носу щекотит постоянно. Ты еще скажи, что подхватил коронавирус от людей! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! И патрульные собаки ушли дальше. У Симки прошла дрожь, и он понимал, что оставаться здесь ни в коем случае нельзя. Когда собаки завернули за угол и исчезли из видимости, котенок решил возвращаться домой. Туда, откуда только что убежал. Симка, хромая, старался как можно быстрее пробежать обратно. Перед ним оказалась какая-то насыпь из камней и щепня. И чтобы попасть обратно на кошачью территорию, ему нужно было пройти за этой насыпью. В момент, когда он обходил гору, с насыпи начали сверху скатываться песок и камушки. Как будто кто-то сверху хотел незаметно пройти. И Симка встал, как вкопанный на месте. Его жуткий страх снова вернулся. И котенок встал на дыбы, приподнял спинку и весь взъерошился. Приготовившись к тому, что сейчас на него выйдет собака. И вот, с обратной стороны насыпи, он услышал быстрые шаги, которые явно были похожи на собачьи. Ведь кошки так точно не ходят. Симка вспомнил все, что ему говорил отец. Но он все равно не собирался сражаться. В его голове творился хаос. Что делать в подобных случаях, он не понимал. По звуку шагов было понятно, что кто-то обходит насыпь и идет к нему. Похоже, это конец. Подумал Симка. Ведь с одной хромой лапкой он точно не сможет убежать от собаки. И вдруг к нему выходит... А продолжение этой сказки, ребята, выйдет в следующий раз. Если вам понравилась сказка про Симку, друзья, и вы хотите как можно поскорее увидеть продолжение этой истории, то напишите в комментариях, хочу продолжение. Но перед этим необходимо поставить лайк этому ролику и быть подписанным на канал. Не забудьте поделиться этим роликом через WhatsApp или другие мессенджеры с друзьями или подругами. Вам не сложно, а мне приятно. Ведь если ты не поставил лайк, в мире где-то грустит один котенок. Прощание сказочный этюд, но надо бы уже прощаться. Надеюсь, я создал уют в твоей душе, мой милый друг.